МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На объекте был обнаружен склад мусора, что привело к смещению графика. В Люберцах строят крупнейший в России детский сад. Мы рассказываем о том, как можно заботиться о своем здоровье, как сохранить свою жизнь для своих близких и радость этой жизни. В Центре онкологической помощи прошел день открытых дверей. Зима – это прекрасное время, когда можно хорошо побегать и насладиться природой и архитектурой города. Девятый этап спортивного проекта «Марафон у дома» провели в округе. А теперь подробнее о всех событиях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробнее в сюжете Анастасии Кладиновой. За прошедшую неделю в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2000 обращений. Возбуждено 28 уголовных дел, из них 22 раскрыты по горячим следам. На совещании подвели итоги работы по очистке округа от снега. Особое внимание уделено обращениям жителей по уборке дворовых территорий. Было установлено, что мы имеем на протяжении всего января и начала февраля достаточно большой прирост обращений граждан по уборке, в связи с чем в субботу и воскресенье были организованы рабочие дни с привлечением дополнительной техники, в связи с чем удалось переломить тенденцию к росту жалоб и привести большое количество территорий, именно более 100, в нормативное содержание. Учли многочисленные обращения по работе маршрута номер 1227, который следует от деревни Машково до метронного косино. Принято решение запустить дополнительные микроавтобусы под номером 31М от Марусино до станции метро Некрасовка. Также решены вопросы со стоянкой маршруток около станции МЦД Панки. Была проведена выездная проверка с представителями транспортных компаний «Автономия» и «Спартак» маршруты 8 и 12. Принято решение о переносе конечного остановочного пункта далее по улице электрификации к дому номер 3. Со вчерашнего дня отстое осуществляется именно там. В проделанной работе отчитались также руководители управляющих компаний и дорожного хозяйства. В конце совещания ознакомились со спортивными успехами люберчан. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкий филиал «Мострансавто» пополнился новыми автобусами. В автопарк компании поступило 10 единиц общественного транспорта. По каким маршрутам они будут курсировать и какие удобства, созданные для пассажиров, узнала Луиза Игия-Зарян. Ключи от новых автобусов получили водители маршрутов 501, 1223 и 323. Это одни из самых востребованных и загруженных направлений в городском округе Люберце. Еще две единицы подвижного состава выделили на маршрут, курсирующий от Лыткарина до станции Томилина. Мы уже такие автобусы получали, они курсируют на маршрутах нашего городского округа. Ну, наверное, самое важное, что сегодня это и камеры, которые действуют в салоне автобуса. Это удобное место для водителя, эргономичное кресло. Это удобное место для маломобильного пассажира, который с помощью аппарели может проследовать в салон автобуса. И с помощью кнопки, которая находится рядом, он может обозначить высадку на тот остановочный пункт, на который ему нужно. Все автобусы оборудованы кондиционерами, валидаторами, электронными розетками. Оборудованы специальные места для пассажиров с животными. Примечательно, что транспортные средства полностью российского производства. Предприятие очень сильно обновляется благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, благодаря поддержке правительства. И то, что наше предприятие в таком проценте, в таком количестве получает технику, об этом в первую очередь, конечно, замечают наши пассажиры, наши жители, отмечают комфорт автобусов. В прошлом году городской округ Люберцы получил 123 автобуса большого и среднего классов. В этом году ожидается более масштабное обновление – около 300 единиц современного общественного транспорта. В жилом комплексе Первый Лермонтовский строят крупнейший детский сад в стране. Вместимость дошкольного учреждения – 560 мест, а площадь – более 8 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день в России есть только один аналогичный объект. На каком этапе сейчас работы и когда запланированы их завершения – расскажем в следующем сюжете. Возведение детского сада в новом микрорайоне стартовало летом прошлого года. До сейчас на строительной площадке задействовано 50 человек. Для того, чтобы ускорить процесс, работы в правой и левой части здания идут параллельно. Нас немного затормозила ситуация, связанная с грунтами на объекте. Был обнаружен склад мусора, что привело к смещению графика. Поэтому, как вы видите, работы ведутся параллельно. То есть правая часть на сегодняшний день ведутся монолитные работы по заливке и строительству непосредственно двух захваток детского сада. И в левой части ведутся работы по разработке как раз вот этого котлована с мусорными грунтами и обратной засыпке песком. Внушительный по своим габаритам детский сад вместит 560 малышей. На первом этаже здания разместят 7 групп для детей 3 и 4 лет. На втором и третьем этажах по 8 групп для детей младшего, среднего и старшего возраста. Проектом предусмотрен музыкально-физкультурный зал, медицинский блок, а также кухня и кабинеты логопеда и психолога. Новые детские сады это, конечно же, современные объекты, которые оборудуются по последнему слову дошкольного, требований дошкольного образования. Это новые классы, это пищеблоки, это специальные комплексы для хранения продуктов, горячие, сыха, холодные. Ну, конечно же, все необходимое для детей, для отдыха, для познавания, для подготовки в школу. На территории дошкольного учреждения построят индивидуальные игровые площадки для каждой группы. Также проектом предусмотрена общая спортивная зона. Завершение строительства детского сада намечено на конец этого года. Луиса и Геозарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ. В школе номер 26 провели качество питания. Оценить и поделиться с комиссией своим мнением о блюдах могли ученики и даже родители, которые регулярно приходят на дегустацию. Попробовал школьный завтрак и глава городского округа Владимир Волков. За несколько минут до звонка в буфете накрывают столы. Сегодня в меню геркулесовая каша, бутерброд с сыром, яблоко, кофейный напиток из цикория с молоком. В школах городского округа работает функция «Родительский контроль», где можно записаться, прийти и лично проверить качество и вкус блюд. Ребенок приходит со школы и очень доволен. Из-за этого мы решили прийти и просто посмотреть, действительно ли, так ли это на самом деле. Но это оказалось так. Мы не первый раз уже сюда приходим. Так что очень вкусно. Рекомендуем. Качество питания, обратная связь для нас очень важны. Сегодня мы также с родителями попробовали продукты, которые были предоставлены на завтрак. Моё мнение, что всё очень на высоком уровне, как дома. Поэтому дети счастливы, довольны. Для учеников предусмотрено 10-дневное меню. Учитывают мнение каждого. Ведь хорошая еда – залог успешного учебного дня. Очень вкусно тут кормят. Всегда очень вкусно. Почти всегда печеньки, яблоки. Я больше всего люблю бутерброд в школе. Да, больше всего люблю кашу и супчики. Вопрос качества и вкуса школьной еды всегда стоит на первом месте. Проверки питания и столовых проводят регулярно. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Подведены итоги федерального научно-общественного конкурса «8 жемчужин дошкольного образования». На церемонии награждения лауреатов, которую провели в Люберцах, работала наша съемочная группа. Это юбилейный 10-й фестиваль конкурсной и выставочной деятельности дошкольных образовательных организаций России. Одна из его главных задач – обменяться опытом и педагогическими практиками. Идея конкурса – соединить творческие и инновационные усилия наших дошкольных педагогов. Безусловно, это творческие начала. Безусловно, прекрасная перспектива работы наставников и родителей. Конкурс интересен. Он вырос из конкурсных мероприятий еще когда-то Российского образовательного форума. Почему 8 жемчужин? Потому что тогда было признано 8 номинаций, и за каждую номинацию одна жемчужина. Если воспитатель представляет свой проект и видит, что его оценивают уже более серьезные люди, дают какие-то рекомендации. И это самое главное, самое нужное. Отдел дошкольного образования и Центр развития образования «Люберец» в разные годы побеждали сразу в нескольких номинациях по индивидуальным проектам. Нынешний конкурс проходил по другому сценарию. Участники создавали межрегиональные сетевые проекты. Маленькие патриоты Большой России, дети как наставники, с чего начинается Родина. Всего 17 направлений. В нашем проекте участвовало несколько регионов. Это Гачино, это Подольск у нас был. У нас был Ульяновск город. Все вместе мы участвовали в проекте. Называется он «Взлет». Конечно, нам очень приятно, что мы победили. Было много усилий вложено. Детки у нас молодцы. Мы ходили по музеям. Мы приглашали к нам в наш детский сад. По робототехнике были проведены мастер-классы для других участников проекта. И в свою работу обязательно мы возьмем опыт, который накопили в рамках участия в проекте. В конкурсе приняли участие более 400 человек. 17 прошли в финал. На церемонии награждения чествовали педагогов из Московской, Владимирской и Тульской областей, Ростова-на-Дону, Ульяновска и Рязани. Мы побеждаем в конкурсе с 2018 года. И я, как руководитель методического центра, привожу целый ряд разных дошкольных образовательных организаций, которые успешно представляют свои проекты на этом конкурсе. Мы проходим серьезный отбор. У нас серьезное педагогическое сообщество, эксперты, которые консультируют, помогают. Всероссийский фестиваль конкурсной и выставочной деятельности дошкольных образовательных организаций впервые провели в 2013 году. За 10 лет свои проекты представили более 2,5 тысяч человек из 50 регионов страны. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. В 2022 году многие зарубежные производители смазочных материалов заявили об уходе с российского рынка. Но отечественные компании в полной мере оказались готовы к импортозамещению. Одно из предприятий, которое разрабатывает и производит масла для автомобилей и авиационной техники, работает в Люберцах. Там побывали мои коллеги. Компания «Квалитет» – предприятие полного цикла. Это единственный в России производитель комплекса присадок, необходимых для выпуска моторных, гидравлических, трансмиссионных и многих других масел. Помимо производственной работы здесь занимаются разработкой собственной продукции. А в лабораториях и научно-исследовательском центре тщательный контроль сырья и качество готовых материалов. Лаборатория была создана в 2002 году. В 2006 году мы поняли, что нужно выходить на новый уровень и решили аккредитоваться в системе аналитических лабораторий. Благополучно аккредитовались. И до 2015 года, когда была создана национальная система аккредитации, были аккредитованы в системе САЛС. В 2015 году, при создании национальной системы аккредитации, мы поняли, что нужно идти на уровень еще выше. И перешли в национальную систему аккредитации и аккредитуемся с 2015 года. Мы находимся в реестре, как действующая лаборатория. Научно-производственное предприятие постоянно модернизируется. Недавно в лаборатории появился прибор для автоматического определения вязкости вещества. Современное оборудование позволяет минимизировать человеческий труд и при этом получать точные сведения. Это очень технологичная компания. Компания, которая была создана на заре предпринимательства в 1991 году. А изначально начинали работать, а задумка появилась в 1988 году. Многие компании, которые были на нашем рынке, ушли. Тем лучше для нашего производителя, потому что все есть. Есть самые главные компетенции, есть люди, есть опыт, наработки. И все эти продукты, несомненно, будут замещены. В компании работает более 300 специалистов, в том числе кандидаты химических и технических наук. Среди сотрудников три выпускницы Люберецкого техникума имени Гагарина. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Инновационное пространство, которое кардинально меняет представление о традиционном облике финансового учреждения. В котельниках открылся фиджитал офис Альфа-банка. Что из себя представляет этот формат и как его оценивают клиенты, узнала наша съемочная группа. Открытое пространство. Нет окошек, стоек, перегородок и бумажных талонов. Отделение банка воспринимается больше как каворкинг или даже мини-кафе. Диалог с менеджером, сидя в удобных креслах. Именно так выглядит офис будущего от Альфа-банка. Нет нигде ничего лишнего. И подошли, куда захотел, туда сел, к тебе подойдут, обратятся. То есть все просто на самом деле и красиво. Ты заходишь, все очень лаконично, сочетание цветов. Мне все нравится. Проект по созданию фиджитал офиса в Альфа-банк запустил в 2020 году. На сегодняшний день в России более 500 отделений такого формата. Во все новые города, куда мы заходим, в частности в Московской области, мы за два года открыли 37 новых отделений. И одновременно все свои действующие офисы, которые работали давно и в старом формате, мы перекрашиваем, как мы говорим, в новый формат. Этот фиджитал офис абсолютно новый. Несмотря на то, что отделение микроформата, в нем предоставляются все банковские услуги. Наряду с цифровыми помощниками здесь работают пять сотрудников. Альфа-банк крупнейший в России, более 30 лет работает, что говорить. Я считаю его надежность и стабильность, особенно вот в такое непростое для России время. Поэтому я желаю банку развития и новых программ, сотрудникам терпения и чуткости, нашим жителям благополучия. Меня очень радует, что мы как лидеры идем вместе, лидеры Московской области. То, что делает Альфа-банк для бизнеса, конечно же, это та открытость, та увлеченность в бизнес и та реакция. Такой же формат, но это уникальный формат, который позволяет совершенно основной все стереотипы. При той цифровизации, которая у вас здесь есть, есть ручное управление. Это один момент и есть огромное и большое сердце. Потому что такая корпоративно-социальная политика, которая есть в Альфа-банке, я не встречала других, мне есть с чем сравнить. Новый офис Альфа-банка расположен в нескольких шагах от метро «Котельники». Он к услугам клиентов каждый будний день с 10 утра до 7 вечера. Дни открытых дверей в центрах онкологической помощи проходят по субботам ежемесячно. Цель акции – призвать как можно больше людей к прохождению медицинского обследования. В онкоскрининг входили маммография, рентген, экспресс-тест на рак и консультация врачей. Результаты анализов посетители получали в течение нескольких минут. Считаю, что болезнь действительно лучше предупредить, чем потом ее лечить. Бывает, что это слишком уже поздно, долго. Лучше мы будем здоровы, ходить на работу с хорошим настроением и с хорошим здоровьем. После обследования врачи-онкологи провели лекцию о симптомах и первых признаках проявления рака. По статистике, самое частое заболевание у женщин – это рак молочной железы, у мужчин – рак легких. И в первом и во втором случаях первичные симптомы напоминают ОРВИ – недомогание, кашель и боль в груди. Поэтому врачи настаивают на регулярном прохождении диспансеризации хотя бы раз в год. Мы рассказываем о том, как можно заботиться о своем здоровье, как сохранить свою жизнь для своих близких и радость этой жизни. И все это делается для того, чтобы люди приходили к нам, приходили на обследование, на онкоскрининги, на диспансеризацию, да и просто пришли к врачу. Не боялись. Более 90 человек прошли обследование в этот день. В настоящее время рак – это болезнь, которую врачи умеют лечить, особенно на ранних стадиях. В арсенале докторов есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На территории Московской области проходит социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность». Профилактическое мероприятие стартовало 29 января и продлится в течение месяца. Подробнее в сюжете моих коллег. Все пассажиры, которые едут в транспортном средстве, должны быть пристегнуты. В том числе это касается сзади сидячих пассажиров. Там также сейчас предусмотрены ремни безопасности. И вот для всех, кого предусмотрены ремни, должны пристегиваться. В этой Люберецкой автошколе обучаются более 200 человек. Каждый из них обязан знать о важности ремней безопасности и использовании автокресла при перевозке детей. Об этом рассказал и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Максим Каратун. Лейтенант полиции напомнил, что перед началом движения водитель обязан не только пристегнуться сам, но и проконтролировать, пристегнуты ли ремнями безопасности дети. «Пристегивать ребенка лучше самим. Ребенок или до конца не пристегнется, он не смог, не успел, торопился, пристегнулся не до конца. Даже при резком торможении он полетит вперед». Перевозить детей нужно только используя специальные удерживающие устройства и ремни безопасности. Учащиеся автошколы эти правила знают. «Дети у меня есть, у меня ребенок 12 лет. Ездим, бывает, в такси с друзьями, с товарищами. Пристегиваю ребенка сама, лично, для безопасности. Мало ли, там поворот не тот или что-то там бывает же всякое из-за этого». Такие встречи будут проводить до 25 февраля. Участникам дорожного движения раздают памятки и информируют, как работает детская удерживающая система и как выбрать автокресло для ребенка. «Привитие изначально правильных навыков поведения на дороге, очень важных для безопасности дорожного движения. Главной целью раунда является повышение уровня дорожно-транспортной безопасности среди несовершеннолетних пассажиров автотранспорта. Замещается тенденция к тому, что сознательность водителей, родителей, в целом участников дорожного движения растет, поэтому эти социальные раунды целенаправленные очень положительно влияют на уровень безопасности дорожного движения». За 2023 год Люберецкие госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности более тысячи водителей за нарушение требований к перевозке детей. Штраф – 3000 рублей. Но главное не это, а безопасность маленьких пассажиров. В неформальной обстановке с военнослужащими и их родными пообщался глава городского округа Владимир Волков. Встреча прошла в новом специализированном центре поддержки участников специальной военной операции и их семей. Тему продолжит наш корреспондент. «Мы обсудили все вопросы по поводу гуманитарной помощи, которая бойцам очень-очень нам нужна. И я надеюсь, что такая встреча – это не первая, не последняя». Вещи первой необходимости – медикаменты, маскировочные сети и спецтехника. Большую поддержку оказывают и жены военных. Супруг Ольги Девятайкиной погиб осенью прошлого года, но она продолжает выполнять гуманитарную миссию. Больше 50 коробок и сухпайки для тысячи бойцов. А в память о муже создала шеврон, который в ближайшее время в посылках получат его сослуживцы. «Я вдова Девятакина Михаила Владимировича. Позывной у него был «Девятка». Хотелось как-нибудь запечатлеть память мужа. Учитывая то, что он достаточно такой смелый, героический всегда был, хотелось, чтобы о нём знали ещё кто-то, не только близкий какой-то круг. И пришла в голову идея «Девятка». Центр поддержки открыли зимой 2023 года. В нём объединили организации, которые помогают бойцам спецопераций и их близким. Главная задача – поддержка военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Большой поток наших ребят сюда приходит ежедневно. Здесь работают консультанты, психологи, работают представители МФЦ, как раз-таки принимают документы для упрощения прохождения всех процедур. Это очень важно. Сегодня в округе проживает более 700 семей участников спецоперации. В них воспитывается 540 детей. В Доме офицеров для люберецкой молодёжи провели викторину, посвящённую Дню российской науки. Школьники показали свою эрудицию и смекалку. Какие вопросы стали самыми сложными и кто одержал победу в квизе, узнал Богдан Колесников. Когда была открыта Академия наук? И ответ на этот вопрос знали все участники викторины. 8 февраля 1724 года императором Петром I издан указ о развитии науки в российском государстве. Документ послужил основой для создания первой в стране Академии наук и художеств. Ребят ждали увлекательные вопросы, интересные факты и возможность проверить свои знания. Такие викторины организует и проводит молодёжный парламент Люберец. Мы, в принципе, проводим разные квизы для молодёжи, чтобы проверить, насколько наша молодёжь, в принципе, знает наше прошлое, знает ли учёных, таких как Менделеев, Циолковский, Ландао. Есть люди, которым больше всё-таки по душе такие науки, как химия, биология, кому-то физика, математика. Роль выдающихся открытий и труд великих учёных для развития страны. Создание периодической системы химических элементов, заслуги нобелевских лауреатов Петра Капицы и Льва Ландао, запуск первого искусственного спутника Земли, полёт Гагарина. Всего 40 вопросов на самые разные темы. Ну, вопросы про Казахстан, очевидно, самые лёгкие были. И вот про Туркменистан. А самый сложный, наверное, кто был основоположником космонавтики. Но вообще, в целом, если серьёзно, то мне нравится. Мы настроены только на победу. В викторине приняли участие представители молодой гвардии «Единой России», ученики 21-й и кадетской школ, гимназии номер 46. Мы вообще на все вопросы знаем ответы, потому что у нас очень умная команда. С перевесом в один балл команда 46-й гимназии одержала победу. Второе место заняла молодая гвардия «Единой России». Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжается реконструкция стадиона «Торпеда». Открытие главного спортивного объекта после масштабной перезагрузки – самое долгожданное событие для жителей городского округа Люберцы. Когда оно состоится, расскажем в следующем сюжете. Сейчас территория знаменитого стадиона «Торпеда» – большая строительная площадка. Около 40 человек проводят монолитные работы. Возводят зрительскую трибуну на полторы тысячи мест и здание «Фокус» универсальными спортивными залами. Обильные снегопады – не помеха. Работа кипит и днём и ночью. Работа проходит в две смены. Есть ночная смена, которая занимается засыпкой фундаментов, грунтом и утрамбовкой. У нас вот где под спортивным залом, там фундаменты надо засыпать песком и утрамбовать, потом сверху делать уже пол. Работают 35-40 человек, в том числе коронавчаки, машинисты. Завершить монолитные работы строители планируют в апреле. Затем они приступят к обустройству футбольного поля и легкоатлетических дорожек. Результатом реконструкции станет современный спортивный кластер, который вернёт стадиону былую славу. Этот стадион достаточно известен, у него очень серьёзная история построена. Он был изначально ещё возведён в конце 19 века и в 1965 году был построен абсолютно с нуля. И, конечно, видел известных советских спортсменов, известных наших звёзд футбола, советского футбола. Поэтому, конечно же, в последующем мы ждём также зрелищные, красивые соревнования. Мы будем надеяться на то, что наши спортсмены также, готовясь здесь, будут занимать достойные места абсолютно на разных соревнованиях разного уровня, разного класса. Работу над перерождением стадиона будут вести весь год. И уже в конце декабря строители завершат свою миссию. А в начале 2025-го состоится открытие «Торпеда». Это событие станет одним из знаковых в спортивной жизни городского округа Люберцы. Луиза и Геозырян, Пётр Пономаренко, Артём Морозов. Телеканал ЛРТ. А во Дворце спорта «Триумф» прошёл Кубок Московской областной федерации карате. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 18 городских округов. За поединками наблюдал Богдан Колесников. Кубок Московской областной федерации карате в Люберцах проводят впервые. За призовые места в дисциплинах кота и кумите соревновались дети и взрослые. Воспитанник Люберецкого спортклуба «Держава» Константин Штробель увлёкся боевыми искусствами более 10 лет назад. На его счету десятки победных поединков. Хорошую спортивную подготовку и настойчивость показал и этот бой. В финале поединок был довольно сложный, потому что соперник хорошо отделал свою работу, но у меня получилось обойти его в встречный удар и забрать победу. Я не был останавливаться достигнутым, потому что впереди ещё более сложные соревнования, ещё более сложные бои и более сложные соперники, на которых у меня есть свои ответы. А ответы помогут найти тренеры, которые дают наставления не только во время тренировок, но и на соревнованиях. И задача спортсмена – услышать наставника и грамотно применить приёмы во время поединка. Хорошо, инициативу не отдавай, всё правильно делаешь. Чуть на себя вытяни, хороший вход. На его движение. Вот на это движение. Вот на это. Умница. Наши ребята достаточно хорошо себя показывают. У нас из отборочных возрастных категорий отобралось порядка 10 человек. На Кубок России 4 человека, 5. И 4 человека на Спартаке Ады. Почему это привлекает? Потому что это безопасный спорт, хорошее судейство. И можно себя проявить детям. И они становятся сильными, уверенными в себе. Это самое главное. Может, он не будет спортсменом, но будет человеком, потому что он в жизни чего-то добился. Татами оно не прощает ошибок и не даёт быть трусом и слабым человеком. Люберчане всегда борются с полной отдачей. В результате – первое общекомандное место. По окончании турнира спортсменам присвоили юношеские спортивные разряды. А победители прошли отбор на летнюю юношескую спартакиаду и Кубок России. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Прошли ежегодные соревнования по лыжным гонкам. Они посвящены памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. В этом году лыжня прошла по Атаминскому лесопарку. С участниками пообщалась наша съёмочная группа. Перед стартом разминка провела зарядку и поддержала участников бронзовый призёр Олимпийских игр Наталья Коростелёва. Спортсменка в начале 2000-х училась у олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Алексей Прокуроров был профессиональным спортсменом, чемпионом мира Олимпийских игр. И я тренировалась у него пару лет. К сожалению, он погиб. Он был всегда очень добрым, обзывчивым человеком. И человеком, который любил учиться. Учиться и применять это на практике. Первыми на старт вышли ученики школ городского округа. В этот день их забег составлял 2 километра для младших и 3 километра для старших классов. В соревнованиях принимали участие дети старше 10 лет. Сегодняшний забег прошёл идеально. Я думаю, что каждый год буду сюда на эти соревнования приезжать. Так как здесь всё хорошо, трасса отличная. Бежал я среди 8-ми классников. Потому что мы тренинг считают, что слишком мне легко бежать среди других. Был у меня один настойный соперник, который мне не по годам. Ну вот я второй, он первый. В категории «Мастер» за призовые места участники получили денежные призы. Дистанция для профессионалов 5 километров. Первым к финишу пришёл лыжник под номером 45 Валерий Серебряков. Было тяжело на самом деле. Очень скользкая трасса, но быстрая. Тяжело, знаете, стоять, баланс строить. Потому что лёд, а так есть интересные подъёмы, очень крутые повороты. Я любитель и часто участвую в подобного рода соревнованиях. После забегов спортсмены и зрители могли согреться чашечкой горячего чая. Соревнования по лыжным гонкам в Люберецком округе проходят в 33-й раз. Всего собралось около 600 спортсменов. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе прошёл девятый этап спортивного проекта «Марафон у дома». Такие беговые тренировки проводят по достопримечательностям московского региона четвёртый год. Теперь к зимнему кроссу присоединились и люберцы. Подробнее расскажем в сюжете. Утро воскресенья. На центральной площади Наташинского парка многолюдно. Для этих людей спорт стал неотъемлемой частью жизни. «Марафон» объединил более ста профессиональных спортсменов и любителей из разных городов. «Я приехал из Отрадного, москвич. Ребятам из «Люберис» решил помочь с организацией этого этапа. Вот сейчас уже буквально стартует наш первый этап. Бежим с самой быстрой группой по 5.30, по снегу. В общем, будет весело». «Три, два, один, на старт!» Впереди ещё два старта. С темпами бега один километр за шесть минут и один километр за шесть с половиной. Марафонную дистанцию 42 километра некоторым участникам предстояло преодолеть впервые. «Очень интересно, как это будет происходить. Но смотря на какое количество народу здесь есть, я думаю, всё пройдёт замечательно. Посмотрим достопримечательности, побегаем по городу и просто получим большое удовольствие». «Маршрут проходил через самые живописные места округа. Такие тренировки под открытым небом в регионе организуют и проводят беговые клубы». «Мы взяли округ Люберцы. Наш беговой клуб разработал трек беговой, соединил четыре парка. Это Наташинский парк, Центральный парк, Парк Лесная опушка и Парк сказок. И рядышком Парк Лапса ещё будет, тогда пятый будет. Зима – это прекрасное время, когда можно хорошо побегать и насладиться природой, архитектурой города». Девятый, заключительный в этом сезоне этап марафона у дома, объединил более ста участников. Кроссмены финишировали в парке «Наташинские пруды». Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях или у нас на сайте lrt.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова